Поделитесь, так скажем, своим мнением, своими секретами мастерства. В этом возрасте ребятам, когда по 15 лет, такой вот переходной период хоккейный, что самое главное в катании вы стараетесь им привить? Какие особенности, на чем делаете основной акцент, упор в тренировочном процессе? С ребятами я занимаюсь уже не первый раз, да, то есть мы до этого делали ряд циклов и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. И в этой части, да, занятия в конце, мы больше внимания уделяем именно ложным движениям. Разумеется, мы про катание не забываем, мы не забываем про работу с шайбой, мы не забываем про координацию, но в то же самое время мы в упражнениях стараемся сохранить все те базовые вещи, да, базовые элементы, которыми должны обладать все современные хоккеисты, потому что хоккей поменялся очень сильно, он становится более техничным, менее силовым, и требования к игрокам, именно уже начиная с маленьких лет, они более пристальны в плане техники. Мы над этим занимаемся, ребята очень хорошо справляются с поставленными задачами, потому что требования мои они уже знают, да, но в этот раз, да, мы более пристальное внимание, как я уже сказал, повторюсь, уделяем ложным движениям, потому что ложные движения, то есть невозможно играть в хоккей, да, обладая лишь только управлением, да, например, и контролем своей игры. Хоккеистам необходимо управлять игрой соперника за счет ложных движений, они позволяют игроку получить больше игрового пространства, получить время, необходимое для принятия быстрого и правильного решения. Расскажите, как вы вообще вот сами получили вот эту квалификацию тренера по катанию, то есть какие-то курсы, там тоже какая-то школа у вас за плечами, вот, так скажем, как вы вообще попали в это направление? Это было, я бы сказал, несколько лет назад, я хочу сказать, что я попал, можно сказать, в нужное время, в нужное место, с нужным ресурсом, да, внутри себя, и в данный момент я являюсь тренером по подготовке коньковой технической хоккейного клуба «Фрибург» в Гаттерон, в Швейцарии, и данный опыт позволяет мне как бы развиваться дальше, потому что я в клубе работаю от маленьких детей, заканчивая игроками первой команды, то есть очень много игроков у нас, бывшие игроки национальной хоккейной лиги, действующие игроки национальных сборных стран, два хоккеиста у нас в этом сезоне и подписали контракт с клубами «Инхэл», поэтому условия для работы, можно сказать, очень-очень-очень замечательные. А как разрываетесь между Тюменью и той же Швейцарии? У меня есть просто контракт, да, и согласно этому контракту клуб мне позволяет осуществлять мастер-классы, но не на территории, да, Швейцарии, и у меня контракт 31 марта, сезон, то есть закончился, да, я приехал в Тюмень, то есть большое спасибо руководству хоккейного клуба «Рубин», лично Александру Валентиновичу Пакову за доверие, за желание привнести в тюменских хоккеях что-то новое, что-то интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!